Добрый всем вечер. Естественно, мы будем говорить о книге Йоны и намереваемся неспешно ее прочесть глава за главой, благо книга небольшая, в ней всего четыре главы. И на самом деле в этой книге есть одна тонкость. При первом чтении этой книги впечатление создается совершенно не то, которое создается при втором, когда вы ее уже целиком знаете. Потому что события, скажем, первой главы и третьей главы тесно связаны друг с другом, и события второй и четвертой главы тесно связаны друг с другом. Пока вы не прочли все целиком, все четыре главы, вы просто этого факта не замечаете. И поэтому некоторые вещи надо читать в сопоставлении, но первое, как бы для ее понимания этой книги неплохо бы ее прочесть хотя бы в беглом чтении, просто чтобы понимать сюжетные ходы, которые будут. Значит, вторая вещь, которую я хочу сказать, это немножко география. Вот давайте я поставлю карту. Да, ты можешь поставить. Значит. У вас, получается, появилась карта на экране, да? Так, точно. Это карта, значит, античного мира. Причем, скорее, не Римской империи, а Доримской империи. Вот такая вот карта. Значит, естественно, вот эти приезда, видно, где я там мышку вожу. Да, конечно. Да. Три Палестидон. Вот, вот Палестина, это вот здесь. Город Яфа, здесь Сир, вот чуть-чуть под ним находится город Яфа. Значит, как мы помним в начале рассказа, Йона, значит, и было слово Гошема Йона, сыну Амитая, следующее. Встань, пойди в Неневию, город великий. И встал Йона сбежать в Таршиш от Хошема. И спустился в Яфа и сел на корабль. Вот теперь о географии. Что значит сбежать, куда сбежать и куда надо было идти? Вот для этого чуть-чуть география. Йона находится, да, пророк Йона упоминается в книге царей, и живет он чуть-чуть в северне Хайфа. Его место там четко указано, его место. То есть, вот, ну, где-то вот здесь, ближе к границе с Ливаном нынешнем. Вот тут тир, да, ну, вот чуть-чуть южнее него. Значит, он спускается, значит, ему вначале сказано отправься в Неневию. Неневия на этой карте, вот она. Вот она где, на этой карте, вот это Неневия. Значит, Неневия на современных картах, ее легко найти. Неневия, раскопки Неневии, развалины Неневии, находится посередине города Масул. В Ираке, значит, город Масул, прямо там есть раскоп. И кто желает, может посмотреть, есть некоторое количество видеоэкскурсий туда. Значит, Неневия – большой город, и от, скажем, грубо говоря, от Айра-Цесраиль до Неневии расстояние 1100 километров пешего хода. Вот, чтобы было понятно, на какое расстояние надо отправиться. Значит, понятно, что сухопутным путем здесь есть дороги, они известны дороги. Значит, Неневия у нас находится на Тигре. Ну, Тигр – это чуть-чуть, ну, Тигр чуть-чуть по-другому тек, но это неважно. Для нас он находится на Тигре. Значит, город, столица Ассирии будущий, будущий настоящий, только еще не имперский. Вот Ассирия еще в момент, когда жил Йона, не была империей, а было просто царство ассирийское. И еще не факт, что Неневия не была городом-государством. Это отдельная тема, обсуждение древней истории – это отдельная тема. Значит, понятно, куда идти. Значит, приблизительно 1100 километров на восток, ну, восток… Как там, восток-восток-север. То есть, вот так. Да? Значит, Йона в ответ намерается сбежать в Таршиш. Значит, с Таршишем отдельная проблема. Для меня очевидно, что существует в Танахе два Таршиша. Один, одного на этой карте нет, и он находится в районе Африканского рога, в районе нынешнего Судана где-то, где-то в районе Баб-Аль-Мандепского пролива, вход в Красное море. И это легко доказать, что корабли, которые царь Соломон заряжает в Таршиш, отправляются из Эцион-Гавер, это приблизительно нынешний, и Элат, это Красное море. И понятно, что из Яфы туда, ну, я знаю морской путь древнего мира из Яфы в Красное море, но вряд ли кто-нибудь бы стал таким способом плавать. Это не один нормальный человек таким способом плавать. Там был просто канал, из Нила можно было попасть в Красное море, был канал. И он существовал до Людовика Святого даже, он очень долго просуществовал этот канал. Потом он был разрушен, понадобилось строить Суэцкий канал, но это сильно потал. Но вряд ли таким способом он плавал. И есть другой Таршиш, который упоминается у других царей, и этот Таршиш совершенно очевидно плавит через Средиземный море. Значит, два основных претендента на гордое звание Таршиша у Иосифа Плавия. Это Таршиш, который в Килики, это город Тарс, он вот он. Ну, вот самый уголок – это нынешняя Турция. И он сегодня называется тоже, там слово Тарус. Тарус, по-моему, называется сегодня этот город. Значит, мне не нравится этот город. Он по многим причинам, в конце концов, бежать от бога в Тарс – это довольно странный выбор. Но все, кто пишет… Но дело в том, что название Тарс на слуху у Иосифа Плавия. А вот город, который называется Тартос, вот этот, вот он, он с эгеркулесами с толпами. Он уже вообще в Атлантическом океане. Аську, можешь еще раз показать слегка? Вот он, город Тартос. Я сейчас не вижу. А вы видите мышку или курсор? Я что-то не… А, еще раз покажи, плиз. Я не вижу. Да вот я тоже что-то не вижу. Сейчас, как-нибудь можно здесь покрасить? Не, ну, до этого было видно. Не, на карте ты не можешь покрасить, потому что это на картинке. Я могу увеличить карту. Это там, где Испания. А, да, вон, сейчас Вьетнам. Вот впадает, вот в месте впадения Гвадал-Пи-Ира в Атлантический океан… Да, Гвадал-Пи-Ир, это понятно, окей. Вот Тахо, вот Гвадал-Пи-Ир, вот город Тартос. Обратите внимание, это уже не просто край света. Это совсем край света. То есть это дальше уже некуда. Это последний город цивилизованного мира. Впрочем, это большое государство. Было в X-X веке до Новой эры, это большое государство. Безумно богатое. Дело в том, что вот чуть-чуть выше, по Гвадал-Пи-Иру, там будут прииски, серебряные прииски, испанские, известные в античное время. Более того, вторая вещь, с чего живет этот город, у него есть оловянные прииски на территории Британских островов. А олово – это бронза. Без нее бронзу делать неудобно. По этому поводу город безумно богатый. Город – это целое государство. Кому интересно, Тартос, есть описание у Геродота. Он упоминает и описывает. Кому интересно, я отправляю туда. Значит, вот это на расстоянии трех тысяч, трех с половиной тысяч километров от Яфы уже. Причем город действительно богатый, и когда описывается вот не царь Соломон, а следующий царей, который регулярно устраивает туда караваны, сооружает караваны, корабельные караваны за, и привозит оттуда серебро, то они плывут вот в этот Тартос. Вот в этот. Заведомо просто потому, что вот здесь вот за серебром плыть вот сюда, вот в этот город Тарс, который в Киликии, вот в этот. Это довольно глупое занятие. Там есть серебряный прииски, ну, сильный северный, северо-восточный. Город богатый, но он торгово богатый. Он не… Огромные деньги не сделаешь там. Вот в Тартос плыть – это да, это можно сделать огромные деньги. Значит, то есть на самом деле Йона бежит ровно в противоположном направлении. Он бежит на запад и бежит на край света. Вот это край Айпумена. Вот это принципиальный момент, который, мне кажется, довольно очевидным здесь, что понятно, что речь идет именно о Тартосе, просто потому, что Йона в ответ «Пойди, бог говорит». И было слово «бога Йоне Бенамитай», «Встань, пойди, в великий город Ниневи». И сказал Йона, чтобы бежать, торшишь от лица бога. Понятно, куда он решил бежать. На край света. Куда же еще ему бежать? Ежели вы решили на такое мероприятие, то понятно, что бежать надо на край света, а край света лучше дальше торшишь, ну разве что на Британские острова уплыть, которые тогда… Ну только на оловянных каплях ему жить. Я даже не уверен, что они были плотно заселены в тот момент юг Британских островов. Есть колония просто. У Тарсиса там была колония. Да, значит, теперь. Ну давайте я… Нужно текст поставить, или каждый сам возьмет себе текст, те хочет. Я могу поставить текст мне как бы… Я думаю, здесь несложно правильно поставить. Значит, справа иврит, слева русский перевод. Я не знаю, чей это перевод. Кстати, я чуть-чуть подправил его, но чисто стилистически… Там у меня возражений к переводу нет, я чисто стилистически где-то подправил его. Значит… Значит… В чем проблема книги? Я сразу скажу. Да, не обращайте внимания, выделенные слова, они для меня выделены. Там выделено повторение слов, еще не все далеко есть, намного больше повторений. Ситуация выглядит так. Хошем обращается к Йони и говорит, пойди в Ниневию, в великий город, и провозгласи ему, что его раа, зло, да, так переведем, поднялось передо мной. Вот теперь для дальнейшего, при дальнейшем чтении книги, слово раа… Вот характерно для книги именно Йоны. На четыре главы злостно использовать слово одно и то же в разных значениях. Слово раа, которое означает много чего, но будет использовано в значении зло, причиняемое человеку, в значении беда, в значении плохо чувствовать. И это будет совершенно нормально, причем то, что это сделано злостно, я продемонстрирую, что это действительно, это не просто одно и то же слово, а оно злостно использовано одно и то же слово многократно в разных значениях. Близких, но разных. Значит, когда говорится, что зло чего-то там поднялось перед Хошемом, сразу, еще одна вещь, в книге Йона есть несколько прямых, откровенных отсылок к другим книгам писания. И в данном случае у нас две возможности про то, что происходит в Нинейке. Либо у нас прямой намек на рассказ о всемирном потопе, либо у нас прямой намек на рассказ о Сдоме и Гаморе. Вот это надо держать в виду. На самом деле при чтении книги Йоны надо держать в виду, что у нас есть два рассказа об уничтожении, на самом деле три рассказа, потому что нам нужен еще один рассказ, на который прямо Йона будет целоваться. У нас есть еще рассказ о молитве Моше после греха Золотого Тельца, где Всевышний собирается уничтожить народ, и Моше молится за народ. Значит, у нас есть три рассказа, и будут отсылки ко всем трем рассказам. И вот эта косвенная подводная линия, что у нас есть рассказ о потопе здесь, у нас есть рассказ о Содоме и Гаморе, подводная линия, и у нас есть рассказ о грехе Золотого, о молитве Моше после греха Золотого Тельца, там Йона прямо ссылается на ту историю, просто цитируя оттуда два стиха, просто цитаты. Обратите внимание теперь на другую сторону рассказа. После этого сейчас будет описано, как Йона бежит, и как он попытался сбежать. Дальше это открывает рассказ о попытке Йона сбежать от Бога, точнее. комментаторы из древнейших времен указывают, что Йона бежит не Йона вот что он не просто бежит от Бога, а он бежит от лица Бога. И древний комментарий по этому поводу, это начинается Медрашей, но он еще более древний, который говорит, что Йона пытался сбежать от пророчества. Как бы есть некоторое правило в Медрашах о том, что пророчество дается только в земле Израиля или ради земли Израиля, либо дается пророку, который начал пророчествовать земле Израиля. Последнее необходимо, потому что есть пророчество ведения Хескеля на реке Хавер, она находится совсем не в Израиле. По этому поводу комментарий, что Йона решил сбежать от пророчества. То есть как бы не от Бога сбежать нельзя, а вот от пророчества как бы сбежать можно. Я не уверен, что это правильное в данном случае буквальное понимание. Подозреваю, что более точное понимание выглядит так. Йона, который находится перед Ликом Всевышним, ему возлагается некоторая миссия. Йона не хочет ее исполнять. Просто не хочет. Он почему-то, обратите внимание, вот чем хороша книга Йона. Здесь не указаны мотивы поступка. Вот в первой главе, во второй главе, в третьей главе, почему Йона бежит, ни слова. Ему говорят, пойди, скажи в город Ниневи, она будет уничтожена. Йона молча встает и отправляется на край света подальше отсюда, чтобы только не сделать. Как бы в чем фокус? Фокус простой, пошли кого-нибудь другого. Значит, это вот то, что в начале есть. Почему Йона бежит, нет ни слова, вот это важно. И до четвертой главы Йона нигде не будет произнесено, почему Йона решил сбежать. То есть как бы вот это теперь почему я здесь так старательно останавливаюсь на этой теме. По самой простой причине. Это означает, что первые две главы книги, которая кончается тем, что Йона заставляет отправиться с этой миссией, тема этих двух глав, одна, ну не одна, центральная тема этих глав, на которой нанизано все остальное, это Йону заставляют выполнить то, что ему сказано. Йони не дают сбежать. Вот это принуждение пророка к работе. Вот то, что здесь будет описано. Безусловно, это любопытная тема. В связи с этим один из моих преподавателей профессор Геннечке пытается сказать нечто о том, что это некоторая адресация другим пророкам, но я хочу заметить одно, что если сравнить рассказ Йона бежит от пророчества, то в книге царств, в той части, где есть цикл рассказа о школе пророка Ириши и пророков вокруг пророка Ириши, есть несколько историй о пророках, которые отказались выполнять, нарушили, точнее, миссию, с которой были посланы, не выполняли. Во всех это плохо кончилось для пророков. Да, значит, замечу, что мудрецы, и, в общем, я думаю, что это Пшат, Йона учинить пророка Ириши, это окружение пророка Ириши, чтобы исторический контекст поместить. Значит, по этому поводу попытка сбежать от пророчества абсолютно противоречит всем идеям вот этой части о пророках в книге в отрывках о Ириши. тем не менее Йона решает бежать, хотя если следовать тому, что описано в книге Царств, вообще-то это вариация самоубийства, на тему самоубийства. но книга Йона не про то, как Йону за это пришел или это съел, например, как в одной из историй о пророке там, а Йону заставили сделать то, что надо. И здесь мы обнаруживаем еще одну вещь, которую сейчас я продемонстрирую, но пока на данный момент вот это тема. И встал Йона в Яком Йома Леврох Таршиша Меликне Гошем. И встал Йона сбежать от Гошема, сбежать в Таршиш от Гошема. И спустился в Яфо. Ну, те, кто знает географию Рецисаря, прекрасно понимают, что там, где он находится, порт, Яфо это международный порт, следующий. Значит, у него два варианта. Либо отправиться в Тир. На карте мы видели это порт в Ливане в современном. Либо в Яфо, либо в Газо. Следующий порт хороший какой. Есть вдоль побережья. Просто описываю три больших порта вдоль побережья ближайших. Естественно, Яфо ближайший, и он туда и уходит. Значит, он идет в Яфо. Яфо это международный портовый город, международная торговля, серьезный международный портовый город. И нашел там корабль, который шел в Таршиш. Сразу скажу, корабль, который из Яфы шел в Таршиш, вы же сами понимаете. Такие корабли раз в три года ходят. Это просто путь, я не буду объяснять, как устроено тогда судоходство, но путешествие туда-обратно в Таршиш, это где-то три года и есть. Это зависит от ветров, течений. Если капитан знал хороший путь, то он знает правильный срок, когда надо отплыть, тогда он легко приедет в какое-то место. Но в основном плавание габбатажное, то есть вдоль берега, основной вариант плавания вдоль берега. корабль, который шел из Александрии, да, я в то время чесер это стоит. Корабль, который отправился в Александрию, в Европу, по календарю были известны дни, когда он отходит, просто потому, что это связано с течениями ветра. Поэтому это еще редкость большая, что корабль, который прямо из Яфы идет в Таршиш, а не с кучей пересадок по дороге, это еще найти такое было. Он нашел такой корабль и дал ее, и дал схара, и дал плату за нее, ну, нанял его, это правильно, он выдал плату за него, вот метраж говорит, что он просто купил этот корабль. Как бы я понимаю, откуда идея Медраша, потому что ежели корабль не шел в Таршиш, то заставить его найти, вам надо его просто купить, просто потому, что не один капитан. С другой стороны, если корабль собирался уже идти в Таршиш, то купить его, это надо быть мультимиллионером по нынешним временам, просто потому, что на нем куча товаров для, вы же собираетесь продать в Таршиш что-то купить там, куча товаров. Поэтому так просто купить такой корабль это нереально. Но он заплатил сразу же за весь корабль и спустился в него с ними, чтобы отправиться с ними в Таршиш от Хашеб. Вот это повторение монотонное. Вот смотрите, вот что такое стиль книги Йонок. значит и спустился в Ятву и спустился на корабль. Замечу, не поднялся на корабль, а спустился. Здесь вообще-то в русском языке на корабль поднимаются, да? А он спустился на корабль. дальше будет еще раз и спустился вот еще раз. Дальше он еще спустится в Трем корабля. Дальше там еще будет один спуск. Вот это повторение монотонного слова спустился. Как бы понятно, что Медраж говорит про четыре спуска духовных. Он спустился, значит, те Медражи, которые считают, что Яппа в тот момент не Эрицесраэль, он спустился за Эрицесраэль, спустился на корабль. Это еще один духовный спуск. Спустился в Трем корабля, как бы, это физический спуск, он соответствует духовному спуску, и в молитве Йона будет четвертый раз спустился, и это уже на дно моря, то есть преисподне. То есть вот это повторение монотонное, вот это я рад, я рад, я рад, но мы должны спустился, 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 мы к этому стилю привыкли, потому что вот это повторение, глагольное повторение, они в книге Берешит, например, регулярно встречаются, но самое знаменитое «и сел, и ел, и встал, и пошел, и презрел, и сав», вот это «и ел, и пил, и встал, и пошел, и презрел», вот пять глаголов подряд, и понятно все, что хотят сказать. Это нормально для библейских рассказов, вот эти глагольные описания. При этом, что акцентируется, вот на что надо обращать внимание, «и встал, и он, чтобы сбежать в Таршиш от лица Гошема, и нашел корабль идущий в Таршиш, чтобы пойти с ними в Таршиш от лица Гошема». Вот это акцентирование, многократное акцентирование, что произошло. У вас мотив, у вас средства, Йона хочет удрать весь. Это старательно, это самое. Зачем от Бога? Не от людей, не от чего, от Бога. Он не от предстояния перед Богом, вот более точно, и здесь надо согласиться с комментаторами, со всеми, которые говорят, что Йона бежит не от Бога, а от предстояния перед Богом. И дальше начинается следующее. И четвертый стих Ахашема Всевышний набросил, я специально перевел буквально, конечно же, был учинил, там я не помню, какое было слово, но я специально оставил слово, набросил, просто потому, что слово «гетиль» бросать глагол будет в этой главе повторено многократно, оно будет повторено еще несколько раз. По этому поводу это просто стиль этой книги «Гетиль» Извините. Значит, у меня все хорошо раскрашено. слово «гетиль» в этой главе будет еще многократно повторено и специально именно Хашем набросил Великий Ветик на море и была там великая буря в море и корабль собрался разбиться. Вот теперь вот я тут хочу сделать еще два отступления и они по-моему очень важны. Первое отступление состоит в следующем. Книга Йоны является злостным книгой перпендикулярной книге Магелла Тестер. Вот у нас есть свиток книги Эстер. Книга Эстер в каком-то смысле книга светская в том смысле, что там ни разу не упомянут Всевышний и ни одного деяния за одним единственным исключением. там есть одно религиозное деяние на всю книгу, но там нигде не скажем, что Всевышний что-то делает. Всегда привожу пример, что в ту ночь не спалось царю в книге Эстер и он приказал читать ему хроники царей Персии и Мидии. Септуагинта перевод на греческий просто в этот момент не выдерживает и переводит «ту ночь бог прогнал сон царя». И очевидно любому читающему внимательно книгу Эстер, что это то, что хотят сказать в этом стихе, но ни в коем случае не хотят назвать это по имени. Вот это очень важно. Как раз ошибка, нельзя не добавить это слово, но его нельзя написать. Вот это то, что можно сказать, но нельзя написать. Потому что книга Эстер за исключением одного религиозного момента в этой книге, там деяние Всевышнего в мире скрыто всеми доступными способами. Единственное религиозное действие это Эстер объявляет пост трехдневный, а это к нашей книге Йона, где царь Ниневи в третьей главе объявит трехдневный пост. Это по поводу религиозного действия, но это там уже обсуждение пойдет. Значит, в книге Йоны наоборот, ничего не происходит иначе, как по слову Всевышнего. Значит, одно, четыре раза повторено слово, значит, вот здесь Хашем насылает бурю, бросает бурю в море, то есть буря, она не сама пришла, ее прислали свыше. Рыба и пригласил Хашем рыбу, когда надо будет Йону из моря подобрать, Хашем пригласил рыбу, когда Йоне понадобилось тень, Хашем пригласил кикайон, клещевину, лозу, чтобы она перекрыла, значит, была тень ее, и пригласил Хашем червя, чтобы подточил лозу. Обратите внимание, червь не сам пришел, не было голодного червя, который пришел немножко подкормиться этой несчастной клещевиной. Надеюсь, не отравился, она довольно ядовита. после этого и пригласил Хашем восточный ветер, знойный восточный ветер. То есть ветер тоже не сам пришел. В книге Йона сам действует только одно существо в наглую, это Йона. Даже корабль, обратите внимание, что даже корабль книги Йоны Вания Хишвал и Йешавер. Корабль, казалось, разломится, это просто переводы, и я расписываюсь под этим переводом, но корабль думал развалиться, вот это правильный перевод, это дословный перевод. Корабль тоже одушевленное существо, здесь все существа одушевленные, здесь единственный, вот дальше мы выяснили, что единственный труп на корабле это Йона, все остальные на корабле живые, включая сам корабль. Йона на этом корабле, он спускаясь в трюм, как бы спускается в могилу, он собрался полежать в могиле. В этом вот, вот эта мысль передана крайне экономно, и пришла выдать, и корабль думал уже разбиться, но в книге Йоны ничего не происходит само по себе, само по себе, сами принимают решения люди, да, они принимают решения с нами, но главный герой, который хочет принять решение против слова Хашема, это Йона, это единственный персонаж, который осмеливается иметь собственную мысль, и сейчас мы увидим еще персонажа, а именно моряки на корабле, но все выполняют волю Всевышнего, вот в этом книга Йоны абсолютно противоположна книге Свитер Кистер, и если мы слышали много рассказов про то, как Свитер Кистер учит нас о том, что Всевышний тайно управляет мира, то книга Йоны говорит нам открытым текстом, если вы думаете, что червяк подточил лозу, корень лозы, клещевины, которая разрослась над Йоной, то вы зря так думаете, этот червяк, он тут не просто так его пригласили сюда, и лозу тоже пригласили, все приглашены, все работают, вот это одна из центральных идей книги Йоны, она на этом вся построена, вот это надо с самого начала понимать, в ней случайностей нет, в ней нет Всевышнего, которая работает из-за кулис, здесь как бы занавес открыт, вся машинерия, смотрите, буря поднялась не сама по себе, буря она, эту бурю прислал сюда, кто надо, тот и прислал, в Яру пятый стих и испугались моряки и закричал человек, воскричал человек каждый к своему богу и стали бросать, обратите внимание, вот тот самый глагол, который сбросили бурю на море, моряки в ответ стали бросать, стали бросать утварь, ну, товары, которые на корабле в море, чтобы облегчить корабль, а Йона спустился в трюм корабля и улегся и заснул, вообще это сильный, конечно, ход, заснуть в корабле во время бури, в которой вот все суетятся, пытаются спасти корабль, а тут, значит, у нас персонаж, который спускается поглубже и ложится спать. Значит, я выделенное синим слово и испугались, вот сейчас мы увидим, как это слово еще раз будет использовано, только в другом смысле, если дойдет. шестой стих, значит, все испугались и каждый возвал к своему богу, это правильное поведение, религия это установление связи с богами, моряки, не евреи, кстати, чтобы было понятно, здесь это четко сказано, каждый к своему богу, по-другому понять, кроме как каждый к своему богу, то есть как бы здесь нету мысли, что они воззвали к богу творцу неба и земли, нет, они честные религиозные люди, каждый молится своему богу, Медраж, например, говорит о том, что корабль был большой, скажем, трирема, и на нем были представители 70 языков, то есть от каждого народа по представителям, как бы этот корабль вот в Медраше, он как бы все человечество представляет, и по этому поводу, кстати, вот обратить внимание на красоту Медрашей, когда Медраж говорит между делом, на корабле было 70 языков, на самом деле что он говорит, этот корабль в буре, в мировой буре, которая сотрясает мир, плывут все народы мира, то есть все человечество, корабль трясет, и только один отправился сладко спать, ну не сладко, но в любом случае отправился немножко поспать, и это еврей, как он дальше и представится, который к своему Богу не взывает, кстати, при этом, потому как он вообще прекрасно понимает, что сейчас его убьют, потому что в рамках истории, еще раз, о пророках, то, что выделывает Йона, заслуживает смерть, и пророк, который отказывается выполнять свою миссию, заслуживает смерти, это очевидно, и Йоне, так как это школа пророка Ильиши, это очевидно, по этому поводу он вообще-то пошел туда убирать поближе к дну, где он и так окажется. но вот когда там говорят, что книга Йона в этой части чем-то напоминает Ноаха, рассказ о Ноахе, потому что ну как бы ковчег, но не напоминает, на самом деле тут чуть-чуть более интересный вариант. Здесь все человечество страдает, из-за кого, дальше будет сказано, из-за Йона, из-за этого еврея, но он-то сладко спит, все нервничают, бога взывает, он знает про свои проделки, он сладко спит. Но дело в том, что опять, когда мудрецы видят здесь рассказ про Ноах, они имеют в виду совершенно не аналогию к ковчегу, они видят другую аналогию. Скажите, пожалуйста, Бог говорит, Йоне, пойди, призови Ниневи, у нее, ее зло поднялось передо мной. Нам известно, как реагирует Абраам, когда слышит, что зло Содома и Гамора поднялось перед Всевышним. Он начинает торговаться за Сдом и говорит, сколько там праведных людей нужно, чтобы было в городе Содом, Гамора и при лежащих городах, чтобы это все спасти. Сторговается на десяти праведниках. Там торговля совершенно еврейская, анекдотичная, базарная торговля привезена. Абраам, пророк, торгуется с Богом, что вот понижая упор на планку, но вот до десяти дошли, что десять человек спасают город. Десять праведников спасают город. Кто не торгуется, не торгуется, но, когда ему говорят, построй ковчег, потому что потоп, я уничтожу весь мир, Йона говорит, пойду-ка я строить ковчег. Идет и строит ковчег. Ни слова против, ни слова в защиту мира, он не торгуется, он честно выполняет, что ему сказано. Вот теперь третий, у нас есть Авраам, да, который торгуется и пытается хоть какие-то поблажки выпернуть для спасения города. У нас есть Ноах, который молча идет и делает что-то, у нас есть Йона, который молчит, как Ноах, только еще и просто драпает, пытается удрать от своей миссии. То есть у нас третий вариант действия, у нас три обстоятельства, еще раз, будет очень важное обстоятельство, Мошем молится о народе Израиля, но это четвертое обстоятельство будет, оно отдельное текло. И это четвертая глава. Не зря же их тут три. Четыре главы. Значит, Йона, значит, сладко спит, и пришел к нему, шестой стих, и приблизился к ним капитан корабля, ну, кормчий раф ховель, глава тех, кто тянет канаты, если вам интересно, дословно, матросов, начальник матросов, дословно, на самом деле. Я бы сказал, что скорее боцман даже. И подошел к нему боцман, думаю, что начальник матросов это боцман, и спустился к нему боцман, и сказал ему, что ты тут спишь, встань, позови к своему богу, обратите внимание, он не требует древний мир, он там, каждый молится своему богу, позови своего бога, может быть, подумает о нас, яташе это редкое слово, оно означает, а что нот, это надежда возлагания упований, значит, может быть исполнит упование на себя, это вот такое очень хитрое слово, но подумает бог о нас, и мы не пропадем, эту фразу потом повторит царь города Ниневи, впоследствии, повторит фразу вот этого боцмана, значит, вот человек разумно мыслящий, кстати, он опять, богу твоему, он там, ну, 70 народов, да, как говорит Медрэш, значит, у них 70 богов, хорошо, если не намного больше, но этот вот, пусть ему богу обратится, значит, и тут, дальше следующее, и сказал человек ближним, да, извините, обратите внимание, что начинается повторение двух глаголов, значит, священный говорит, Йони, встань, пойди, Йона, встал и спустился, буквально, кум, встань, встань, это встань на ноги, лакум, это стоять вертикально, стой, встань и пойди, Йона, встал и спустился, теперь, боцман говорит, Йони, опять, встань и воскричи своему богу, вот здесь происходит великолепнейший диалог, он не заметил, но бог говорит Йони, встань, воскричи городу, боцман говорит Йони, встань, воскричи к богу, теперь, на самом деле, Йона, по идее, должен был брать пример Савраама, и он должен был воскрикать к богу, когда он слышал про Ниневию, он этого не делает, теперь приходит боцман и говорит, да, замечу, значит, в книге Йоны, пока мы это не видим, но будет на протяжении всей книги один человек, который все знает, этот человек Йона, все остальные не знают, потому что, вот обратите внимание, капитан говорит, может быть, бог вспомнит о нас, твой бог, ну вообще бог вспомнит о нас, и мы не пропадем, может быть, и сказал, значит, по этому поводу, вот этот диалог, который происходит, он как бы один отвечает другому, и поверьте, это не случайно, вот эти номера глагольные, они специально все это выстроены, значит, и далее седьмой стих, и сказал, человек ближнему другу своему, дословно перевожу, пойдем, бросим жребие, и будем знать, для ради кого эта беда с нами, и кидали жребие, и жребие выпало на Йонну, значит, я замечу, что это значит, первое, что надо обратить внимание, что вот то, что я сказал, не идейная, а словесная сторона, бог говорит алтара от алифана, от алифана, поднялась зло, Гордон и Неви передо мной, раа, моряки говорят, узнаем, для ради кого это беда, слово то же самое, раа, зло нам, беда, раа, в данном случае, она как бы не зло, причиняемое людям, а зло, которое испытывают люди, ниже будет еще одна вещь, Йона будет говорить слово раа про печали, которую испытывают люди, переживания, раа, будет, и Всевышний к нему будет говорить про вот это еще одно использование слова раа, это уже личные отрицательные эмоции, значит, моряки решают узнать, из-за кого, значит, мидраж, я прекрасно понимаю авторов мидражей, говорит, что буря была столь необычная, что моряки поняли, что, значит, мидраж старательно описывает необычность бури, но, например, что как бы волны шли, как бы корабль попал в водоворот, как бы все остальные корабли мирно плывут, все они видят, а у них тут буря, буря какая-то странная на самом деле, и они решают узнать, из-за кого, замечу, не ради того, чтобы избавиться от этого кого-то и не принести жертву богу морей, там этой идеи мы увидим здесь даже близко нет, более того, моряки, и они, ребята, простые и религиозные, и слово религиозные в данном случае я хочу сказать порядочные, крайне порядочные, это сейчас будет видно в суду, значит, но им уже буря такая так досталась, сколько времени она продолжается, здесь нигде не сказано, думаю, что немало, и, значит, они решают узнать, бросают жребий и сказали ему, скажи нам тот, которому это беда, это зло, нам, вот я просто красоту этого использования местоимений, скажи нам, скажи нам, для ради которого беда, это нам, мам, лохотэх, умэээйн таву, умарцэх, умэээйза, ам ата, значит, и сказали ему, скажи нам, значит, как, чё в твое ремесло, каково твое ремесло, откуда ты идешь, продолжено временем, какова твоя страна и из какого ты народа, значит, я, просто, время кончается, но я хочу просто зачитать девятый стих, потому что ответ Йона, он просто великолепен, и сказал им, евреи анохи, евреи я, иэт, гашэм, элукай, элукэ, гашэм, анияра, ере, извините, ашэра сай, дгайям, бэдгай, и бешэм, и сказал им, я еврей, и гашэма, бога небес, я страшусь того, который создал море и сушь. Слово ера, которое моряки испугались, в начале буря уже употреблен глагол, теперь Йона употребляет это в другом смысле, я страшусь Бога, ясно, что слово употреблено не в том смысле, в каком моряки стражатся буряки. Ера, ну, классический комментарий, боюсь огорчить вообще-то, когда вот говорится о религиозном чувстве, или там бойся отца и мать, то бойся огорчить отца и мать. Классика, то, что я сейчас привожу, это классический совершенно комментарий к этому. Понятно, что и страшусь, и как верный слуга, стараясь не разгневить своего господина, там есть этот смысл, там всюду есть, но он вот такой. Что здесь любопытно? Йона себя называет иврии. Вообще, если вы посмотрите, значит, вы учтите, что евреев евреями называют только один практически народ мира, а именно русские, указан Екатерина велика. Жидов именовать евреями. Практически во всех других европейских евреях жидов именуют жидами. Джю, дюде, на французском, тоже ют, да, ют, а интеллигентные люди из элит, говорили, по крайней мере, в конце 19 века во Франции. в Литве в паспортах советских паспортах против национальности писали жид, потому что по-другому в Литве это в другом слове нет, и на Украине, по-моему, тоже положено было, я не помню, что на Украине положено было писать паспортах, не помню, не знаю, если не идти, я честно скажу, хотя там тоже грамотно жид, потому что жид это егуди, просто протащенная через европейские языки. егуди, первый юд китайцы как же, регулярно ян-жан, ну вот этот вот переход первый юд же, поэтому слово жид это егуди вообще-то, и в книге Эстер, кстати, это по поводу книги Эстер все герои Мардыхай, он егуди, он жид, Мардыхай жид, но в современном такое, если уж переводить, так переводить, но он иудей, на самом деле он из иудей, он Мардыхай иудейский, правильный, вообще правильный перевод, гранат, он был бы Мардыхай иудейский, но еврей в паспорте на Украине, даже так и говорят, по-моему, на Украине не закрепился, это российское постановление для России было сделано, вот, и оно как бы, ну, приличные люди, слово жид не употребляют русские, русские, ну, те, для которых русский родной язык общения, значит, слово еврей, вот теперь начинается полный анекдот, слово еврей в Танахе, один раз сказано Авраам еврей, еврея евраам, во всех остальных случаях, еврея, словом еврей, называют гои, причем всегда в уничижительном смысле, это ровно обратная вещь, ну, крайне, не знаю, послушайте, я не буду сейчас ходить, что, 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 как, в какой стране считается, значит, евреи всюду, когда хотят про евреев сказать плохо, более того, я-то на самом деле придерживаюсь точки зрения, что слово еврей, это искаженная бродяга, хапиру, древнее слово, означает безземельник, такое слово было, и оно употребляется по всему среднему, по всему среднему востоку, то есть от Ниневи до Египта включительно, причем, кстати, замечу, и слово еврей означает безземельный бродяга, по этому поводу, когда евреев, именно военных чаще всего так называют, евреи, то где-то идет под оплекой, что они как бы бродяги, которые только пришли и завоевали чужие земли, по этому поводу, когда Йона на вопрос из какой ты земли, обратите внимание, Йона отвечает, что его спрашивают, каково твое ремесло, откуда ты идешь, какова твоя страна из какого-то народа, он не отвечает на вопрос, послушайте, он отвечает, что евреи, то есть я не исключаю, что в данном контексте это означает, считайте, что я безземельный, у меня нет земли, и нет родины, и нет народа, я бомж, вы меня извините, но правильное понимание слова евреи, я бомж, а боюсь бога, о чем его тоже, кстати, не страшно, то есть я на вопрос потом буду отвечать, хорошо? Значит, либо второй вариант понимания, это вариант, который мне очень нравится, безусловно, возможен другой вариант, евреи это житель Эверганагар, тот, кто живет в Заречье, Эверганагар, мы Эверганагар, дешево, ваши предки жили в Заречье, Заречье, Эверганагар, Заречье это территория, которая находится за Ефратом, только вопрос с какой стороны, откуда смотрим, отвечаю, смотрим со стороны Багдада, ну, Багдада тогда не было, Вавилон, хорошо? То есть, с нашей стороны, Заречье это территория севернее Эрицисраэль и начинается сразу за Ефратом, я могу показать на той карте, которая показывала сейчас, могу показать, где Заречье, Заречье это вот, видно, да, карта поднялась, карта, Заречье это приблизительно вот эта территория, над Сирией, вот Заречье это приблизительно вот здесь, по этому поводу не исключено, что иври, он имеет в виду, что он из Заречье, и третий вариант, что он потомок Эвера, это третий вариант, мне нравится очень ответ бомж, потому что Заречье это анахронизм в данный момент, потому что евреи себя не считали жителями Заречья, считали себя жителем земли, но для Йона это значит у нас колено Ашера, да, территория, значит, он должен сказать, что он ошелищ, что-нибудь в этом душе, или не называет народ, он называет себя еврей, и тут хороший вопрос, что имеется ввиду, но принципиально он на все вопросы дает один ответ, я боюсь Бога, спасибо за внимание, говорит он, дальше видно, что он еще что-то рассказывает, потому что он рассказывает, что он движет от Бога, в следующем стихе, говорится, что он ему это рассказал, то есть может быть он ответил, то есть у нас краткий пересказ, что тот, из-за которого нам это беда, то есть как бы намек, может быть скажешь, это беда из-за тебя, отвечает Йонан, знал дело, из-за чего страдают все народы, из-за того, что тут еврей где-то шляется, который решил, Бога слушать, в том самом мидраше про 70 народов, ну вот, я думаю, что здесь я и остановлюсь, 10 стих самое хорошее место для начать в следующий раз. Окей, если есть вопросы, с короткими ответами, пожалуйста. Значит, я смотрю на вопросы, которые в письме в чате. Значит, на Украине жить считается оскорбительным словом, считается оскорбительным не слово, а само понятие того, что человек обозвали не русским, а жидом или евреем, это одно и то же будет. Зачернено само понятие, а не слово. Вы меня извините, но там, скажем, в Америке обратите внимание, как меняются слова для обозначения афроамериканцев и с какой скоростью закрашивается каждое новое слово. Оно менялось, да, только на моей памяти положено было говорить black, потом color, то есть вначале черный, потом цветной, потом, по-моему, сейчас появилась афро, то есть на моей памяти, а до этого еще было два слова. То есть это закрашено само понятие, а не слово. Руфата, ответ Эфрофата, не хотел предстоять перед Богом, не хотел больше пророчествовать. Я думаю, что он не хотел исполнять его волю, вот это более точно. Не хотел пророчествовать, про, дело в том, что еще раз, что важно, он, вот, обратно внимание на стиль книги, на это надо обращать внимание, почему нам не рассказано ни слова о мотивах Йона, ведь до сих пор не сказано, с чего он решил удрать. ни слова об этом нет. Он бежит мелифней от лица Бога. Что имеется в виду? Вообще стоять перед царем, вот это важная вещь, это быть его приближенным, слугой, ну, как-то процедуру. Я всегда говорил, то, чего куча народу не понимает, вот это надо читать внимательно тексты, слово Эвет Хамеллах, раб царя, кроме отрывка про царя Сламона, где это буквально надо понимать рабы-рабы, во всех остальных случаях Эвет царя это генерал, это генеральский титр, только генерал мог себя назвать рабом царя, генерал штатский или военный, то же самое Эвет Хашеем, когда говорится, обратите внимание, про раб Божий говорится про пророков, про приближенных в ногу. Раб это тот, кто приближен и выполняет прямо переданную ему без посредников волю царя. Вот это раб. Кстати, в русском старом языке царским холопом мог себя называть только человеком высокого дворянского звания. Я хочу открыть вам тайну в русском языке. Эту тонкость все знали. Крестьянин не мог быть царским холопом. Он не принимает приказы непосредственно от царя. Это в русском языке, в старом русском языке это правило сохранялось. Понятно, что с временем это все утеряно, но в библейском языке это есть. По этому поводу, когда Йона хочет бежать на Литны, он, как в Медрашах, он не хочет служить, он хочет частную жизнь, он бежит для того, чтобы не выполнять возложенную миссию. По-другому понять это, по-моему, будет неправильно. Пророчество, тут вопрос, как вы понимаете слово пророчество, понимаете ли вы его как миссию, ты должен пойти и сделать, или вы понимаете пророк как вариацию на тему оракула, то есть узнавать что-то непосредственно из высших империев. Он не хочет быть прямым, прямого вассалитета к Богу, вот если я так сформулирую вас, это будет понятнее. Окей? А можно я тогда спрошу голосом? Да, да. Я хочу просто понять, то, что он не хочет выполнять волю Господа, это я понял, но я вот хочу понять, он откуда-то из текста следует, что он ранее выполнял волю? или мы не знаем? Нам известно это из книги царей, сейчас я могу найти это, значит, он был пророком, значит, сказано, значит, по Медрашу он был тем пророком, который по приказу Ивише помазал на царство царя Еху, а перед этим сказано и тогда исполнилось пророчество о том, что Израиль, Израильское царство захватит всю Арамею, пророчество переданное через Йону бен Амитая, то есть пророчества у него были. Медраш дополняет еще одним пророчеством о Ярусалиме, но оно чисто в Медраше находится, и я потом объясню, откуда оно берется в Медраше, но то, что это был уже к этому моменту пророк, как бы дело в том, что есть однотонкость. Первое пророчество это очень травмирующее событие, это травматическое событие. Если вам интересно, посмотрите начало книги Шмуэля. Шмуэль в храме первый раз получает пророчество. Это редкостный случай, он среди приближенных. Обычно первое пророчество это на уровне катастрофы, на уровне удара по всему. Это страшно, это чудовищно. Прочтите первое пророчество Авраама, подробно описанное пророчество между частями рассеченных животных. Здесь не видно, что это первое пророчество, и из контекста ясно, что к этому моменту, когда ему был приказ Неневии, Иона уже был пророком и уже выполнял пророческие миссии. По-моему, это очевидно по зачину книги. Понятно. Понятно. То есть, получается, что он был пророком, раньше выполнял волю Господа, и вдруг почему-то... И вдруг почему-то, вот когда ему сказали, пойди скажи Неневии, что ее зло поднялось, Вдруг он решил не волить. Обрат внимание, что до третьей главы не будет сказано, в чем смысл того, что он должен сказать, он должен прийти и вот так пройти. Ваше зло поднялось перед Богом, публика и что? И все? Правда, из этого текста, который мы в данный момент видели, на самом деле, из четвертой главы, мы знаем, что ему было сказано подробно о том, что Неневия будет уничтожена еще тогда, но это мы узнаем только в четвертой главе. Понятно, спасибо больше. Что он в этот момент, вот когда он решил бежать, о том, что пророчество о том, что Неневия за ее зло будет уничтожено, это произнесено будет первый раз в третьей главе, но в четвертой главе из одной фразы Йоны мы узнаем, что это было и в самом начале, но это именно поэтому книгу Йоны надо прочесть первый раз, хотя бы бегло, чтобы ну у литературы ведов называется это флешбек рассказчик рассказывает только то, что нужно на данный момент, он не добавляет как бы то, чего считает лишним для повествования и поэтому вот в данный момент, почему я настаиваю, что нам это знать не нужно, рассказчик книги Йоны не находит нужном полностью рассказать пророчество о Ниневе в начале книги. Ясно, спасибо большое. Он считает это лишним, он считает это знанием лишним, то есть главная часть первой главы это Йона пытается не выполнить миссию, вот это главная мысль первой главы, а вот что там Ниневе, это поскольку про Ниневе будет третьей главе. Спасибо. Ну хорошо, может быть мы тогда сегодня на этом закончим и с Божьей помощью продолжим ну наверное уже после Йон-Кипура так я понимаю может быть после Йон-Кипура до Суккота окей хорошо ну тогда всем шанатула в преддверии приближающего Йон-Кипура я хотел какой-нибудь фидбэк я хотел какие-нибудь реакции замечания пожелания окей ну хорошо тяжело китать не видя людей вы поймите я вас не вижу я не знаю вашей реакции очень очень интересная карта хотелось бы ее как бы иметь не знаю я могу поставить ссылку в этот самым ссылку нет как я поставлю я могу саму карту только туда загрузить поставьте да очень интересно ее я не знаю в зуме можно загрузить карту Лена вы у нас где-то в этом самом в чем вы видите в ватсапе в телеграме я в ватсапе да я могу ватсапе опубликовать на самом деле под этим видео линк на эту карту да я что помню где я ее надыбал а сделай покажи еще один раз я сделаю целую массаж угу сейчас она вот такая ну что может быть тогда я остановлю на этом видеозапись хорошо тебе надо сделать шейру да сейчас да сделай а я тогда остановлю